Роботы смогут не только видеть и слышать, но и чувствовать мир благодаря Фейсбук. Роботы-собаки борются за внимание потребителей, а космические роботы проходят испытания на МКС. Эти и другие новости высоких технологий смотрите в одном выпуске. Полетели! Упустственного интеллекта Фейсбук, вернее МЕТА, объявила разработки сразу нескольких тактильных технологий, которые дадут роботам чувство осязания. Оказывается, компания не собирается полностью уходить в виртуальное пространство и занимается в том числе умной робототехникой. Самой интересной новинкой стала универсальная и недорогая чувствительная кожа для роботов Рескин. Цель её разработки — добавить искусственному интеллекту чувство осязания в дополнение к уже имеющимся зрению и слуху. Рескин с открытым исходным кодом представляет собой деформируемый эластомер со встроенными магнитными частицами. Когда он каким-либо образом деформируется, окружающий магнитный сигнал изменяется. Разработка использует самоконтролируемый алгоритм обучения, который помогает автоматически калибровать датчик, что делает его универсальным, а также позволяет обмениваться данными между датчиками и системами. Рескин также может быть интегрирован с другими датчиками для сбора визуальных, звуковых и сенсорных данных вне лаборатории и вне структурированной среде. Комбинирование мультимодальных наборов данных поможет роботам и искусственному интеллекту строить физически реалистичные модели мира, а также использовать избыточность для самостоятельного обучения. Новая сенсорная кожа дешевая в производстве, она обладает толщиной 2-3 мм и может использоваться для более чем 50 тысяч взаимодействий. Также компания представила датчик касания D-Jet, основанный не на осязании, а на зрении. Массив светодиодов освещает мягкую подушечку пальца с внутренней стороны. Когда палец робота нажимает на что-то с текстурой, она отпечатывается изнутри, что заметно по изменению углов освещения подушечки светодиодами. Камера в пальце снимает это изменение на видео, в результате чего получается подробное изображение того, что сжимается подушечкой пальца. Разработка не новая, однако она более компактна, долговечна и ближе к реальному производству. Facebook закрывает систему распознавания лиц и удалит данные сканирования лица более миллиарда пользователей. Это решение компания объяснила обеспокоенностью общества и нормативной неопределенностью в отношении самой технологии идентификации. Она позволяла проанализировать фото и видео на Facebook с вашим изображением, чтобы создать уникальный цифровой шаблон и затем находить вас на любых других – фото и видео. Функция работала примерно у третьей всех пользователей социальной сети, но уже в этом месяце она станет недоступной. Deep Robotics выпустила промо-видео последней версии своего домашнего робопитомца Joint Light 2. Небольшой робот способен к автономной навигации и позиционированию, нескольким типам походки, различным видам сальто, избеганию препятствий и распознаванию объектов. Что ещё интересно, роботом можно управлять голосом, что при относительно низкой стоимости приближает Light 2 к настоящему пользовательскому продукту. Unitree Robotics показала, что её новый потребительский робот Go One всё же способен спуститься по лестнице. Правда, не совсем тем способом, который мы ожидаем от роботов. Интересно, сколько таких прогулок может выдержать несчастный робопёс? Кстати, обзор на робота можно посмотреть по ссылке в подсказке. Четвероногие роботы всё множатся, и очередной исследовательской платформой стал робот Onsilla с открытым исходным кодом. Робот весит всего 5 килограммов и является одним из представителей новейшего класса биоинспирированных ножных роботов, спроектированных с возможностью управления движением без использования модели. Onsilla двигается без сенсорных сигналов, его неудачные манёвры и сложные движения поддерживаются в основном подпружиненной конструкцией ножек. Активная степень свободы робота позволяет резко и быстро менять направление движения и поворачиваться на месте. Японская компания G-Tai показала кадры испытаний работы своего манипулятора на МКС. Робот был доставлен на станцию в октябре на одном из кораблей SpaceX. Автономный манипулятор G-Tai S1 можно установить в любом месте МКС. На видео он работает внутри шлюза NanoRacks Bishop Airlock и выполняет задачи по сборке различных конструкций. Sarcos Robotics выпустила промо-ролик своих разработок. Компания проектирует и создаёт роботов и экзокостюмы, которые сочетают человеческую ловкость с силой и выносливостью. Роботы Sarcos созданы для производств, спасательных служб, нефтегазовой и аэрокосмической промышленности. Сегодня компания делает ставку в основном на экзоскелеты, но лично нам больше нравится робот Guardian GT. Роботов создают для монотонной работы, но такие вещи, как уборка, пока доступны им лишь на полу. Однако инженеры пытаются решить эту проблему, и очередным вариантом стал робот Deacon Bot 2. Пока он работает очень, очень медленно. Но с другой стороны, даже если для полного цикла ему понадобится вся ночь, почему бы и нет, если только он не шумит и никого не беспокоит. Deacon Bot 2 использует недорогую платформу X3 с дифференцированным приводом от MetroLabs и манипулятор UR5E, который обеспечивает необходимую гибкость для отдельных движений. Робот может надёжно и точно обнаружить и локализовать очищаемые объекты. Студенческая исследовательская лаборатория Университета Техаса показала манёвренность 60-граммового симпатичного микроциклоптера, а в конце ролика сделала анонс более крупной модели, которая пока, видимо, не летает. Кстати, в России в прошлом году тоже испытывали циклолёт, и он летал. Тогда гендиректор Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев отметил, что преимуществами аппарата перед вертолётами являются лучшая манёвренность, значительно меньшие габариты и защищённые движители. Американские инженеры представили робота, уничтожающего до 100 тысяч сорняков в час с помощью лазера. Лазер-видер двигается по полям автономно и распознаёт сорняки в режиме реального времени с технологий компьютерного зрения и глубокого обучения. Робот весит 4,5 тонны, на нём установлены 12 камер высокого разрешения и 150-ваттные лазеры, стреляющие до 20 раз в секунду. Ориентируется в поле робот с помощью GPS, а препятствия обнаруживают с помощью лидара. В день лазер-видер может обработать 60 тысяч квадратных метров. Беспилотники продолжают захватывать мир, и в США скоро заработает целый парк автономных грузовиков. Электрические беспилоты под шведской компании Айнрайт начнут работать в Луисвилле, штат Кентукки, а также позже появятся в Теннесси и Джорджии. Как ожидается, внедрение электрических больших грузов сократит выбросы СО2 примерно на 970 тонн уже в первый год проекта. В под нет кабины водителя, и он может работать в любом из четырёх режимов – от автоматического движения по закрытой территории до движения по скоростным автомагистралям. Яндекс Ровер начнёт доставлять покупки из супермаркетов Care4 в Дубае. Пилотный проект будет запущен в 2022 году. Следить за перемещениями робота, доставляющего заказ, можно будет через приложение MathCare4. На космодроме Восточный завершились испытания роботоохранника Marker. Робот, оснащённый универсальным оптико-электронным модулем, проверял периметр, а также контролировал состояние линий энергоснабжения и коммуникаций космодрома. Marker двигался по заданному маршруту в автономном режиме, самостоятельно объезжая препятствия. Гибридная силовая установка позволяет роботу быть на посту в течение трёх суток. Всем привет! Мы рады объявить победителей конкурсов от Лиги Роботов. В видео Николай Пак спрашивал, почему зима сменяет лето, а лето сменяет зиму. На самом деле ответов про наклон оси было достаточно много, но там есть нюансы. И правильно ответили всего несколько наших зрителей. Итак, первое место, и дрон DJ Atela уходит нашему зрителю Dewsted. Второе место и абонемент в любой кружок Лиги Роботов достается SM3R4 CSGO. А третье место и абонемент в онлайн Лигу Ленд достается Александру Сушинцу. Поздравляю победителей! Обязательно напишите нам по контактам во вкладочке о канале, и мы договоримся, каким образом передать вам призы. Ну а если вы не выиграли, не отчаивайтесь, впереди ещё много интересных конкурсов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео, не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.